Привет, я Влада. А я Саша. Сегодня мы заплетем такие косички, что у тебя, Саш, точно все должно получиться и у нашего зрителя тоже. Класс, давай начинать. Для тех, кто только учится плести, можно попробовать технику плетения с резиночками. Она очень простая, можно отрывать руки и, в общем, это просто. Начнем? Давай. Так, первое. Нет, пока расческу, пока расческа. Сначала нужно сделать пробор, как ты носишь. Посерединке, на бок, вот как тебе нравится, как ты любишь. Мне кажется, вот так хорошо. Теперь нам нужно взять одну сторону. Смотри, и вот так вот объемненько собрать. Вот так? Да, да. Теперь убери резиночку. Уже? Уже, да. И этот хвостик подвязывает. Стоп. Я отпустила. Это немного? Нет. Нормально? Да. Ты должна нравиться себе в зеркале, когда ты делаешь объем у лица. Еще раз. Дубль два. Я правда криволапая, извините. Да, просто два раза, чтобы держалась на хвост. Так, смотри. И очень. Нормально. О, круто получилось. А теперь вот так маленькими прядками мы можем немножко растягивать. Можно дать? Да. Ну, только делай объем такой, который нравится тебе, с которым ты готова идти гулять. Я вот с таким готова идти. Мне кажется, он вполне адекватный. Все, смотри. И я с таким готова. Класс. Давай немножко для симметричности вторую сторону. И вот так, смотри. И вот так вот немножко назад, видишь? И все. И вот она уже как надо. А, правда. Но теперь вытаскиваем, да? Опять чуть-чуть. Теперь чуть-чуть объем, да, чтобы было одиноко. Там похоже на собачек с ушками. Ну, ничего. Ну, мы очень милые собачки. Мы должны сделать, в принципе, то же самое, только смотри. Вот этот волос и кусочек вот этих волос. А, я поняла. Заводим вот так наверх и снова делаем хвост. Вниз, ниже, да? Вот здесь, да. Немножко ниже. И если хочешь, чтобы ушки спрятались, то, соответственно, мы должны, смотри, не вот так вот делать резинку, а вот так сюда вниз, чтобы волосики закрывали ушки. Да. Да, потому что я прячу ушки. Я тоже. Вот так? Да. Да? Немножко... Опять торчит. Оп. Чуть-чуть вниз опустила и все. А теперь можешь, если хочешь, добавить объем. Я хочу. Мне кажется, объем никогда не лишний. Вторую сторону. Вот у нас такие по бокам получились штуки, но это пока, потом будет красивее. Так, так как у нас две косички, нужно, чтобы у нас сзади был пробор. Но сделать ровный пробор сзади самой себе сложно. Поэтому будем его делать острым кончиком расчески. Такой зигзаг, как попало. Ты у меня проверь, как? У меня нормально? Ой. Да, отлично, видишь? С первого раза. Первый раз, с первого раза все круто. Вот это будут будущие наши две косички. Давай, собрала все в кучку. Подвязала хвостик. Мне кажется, у меня сейчас резинка лопнет. Если волос прям очень много и лопаются резинки, надо брать по две. Видишь? Да, я вижу. Мне нравится. Так, теперь второй. Вот видишь, у меня здесь тут короткая челка, и вот она торчит. Для этого у нас есть невидимка. А у меня ничего не торчит. У тебя, да, все классно. Мне нужно поправить, поэтому я чуть-чуть маскирую эту прядку. Теперь нам нужно скрыть эти резинки. Сейчас будет фокус-покус. Вставляешь сюда шпильку с краю. С краю под резиночку. Есть? Да. Вот так. Теперь берешь тоненькую прядку волос. Только тонком, сейчас толстой ничего не выйдет. Окей, вот так. Есть, да? Обматываешь вокруг хвостика. Обмотала. Продеваешь в ушко. Так, это сложный, начал самолет. Это самый сложный. Смотри, как я, видишь, беру? Да, я видела. Мне самой тоже сложно. Это меня не успокоит. Подождите, все, провал. Так, смотри, если мне тоже сложно, смотри, чтобы было легко, мы берем еще одну шпильку. Вот у нас торчит шпилька, вот у нас спрятил волос. Да. Эту шпильку... Поняла. Мы продеваем в ту. Притягивай. Есть. Вот так? Да. Только... Вытянула. Есть. Клади эту сюда. Убрала. Теперь продеваем назад, возвращаем назад вовнутрь. А, и она как бы затянет эту прядь? Вот смотри, продели. Оп, все видно. Вот так. Проверим. Смотри. Мэджик. Такой фокус, да? Ну ладно, эту. Уберется. Ну, обрежем. Да. Теперь простины нужно проделать со второй стороной то же самое. Повторение мачучини. Берем хвост. И фиксируем резинкой почти в самом конце, оставляя маленький хвостик. Теперь вот это разделяем на две части. Разделила, да? Угу. И смотри, проворачиваем вовнутрь. Провернула? Провернула. А теперь, смотри, берем и мелкими прядками вот так вот растягиваем. Только не очень сильно, потому что она у нас растрепается. Угу. И вот здесь, видишь? Смотри, видишь, они такими маленькими. Ой, это повсюду их. Ничего себе. Я думала, только так. Вот вторую сама, чтобы сделала. Ой, хорошо, простите, сенсей. Вот, видишь, посмотри в зеркало. Да, вижу, очень классно. Есть. И теперь внизу тоже должны спрятать резиночку, чтобы вот как здесь было. Но внизу уже легче, ты видишь ее. Хорошо. Девочки, смотрите. Я вам уже не нужна. Да, можешь отходить. Я же говорю, я сама буду. Так, продеваем шпильку, берем тоненькую прядку и оборачиваем вокруг. Ой, горжусь собой. Да, супер. Да, ну думаю, нужно еще будет чуть-чуть порепетировать, потому что если ты так долго будешь собираться на свидание, то будешь ты сама с прической сидеть дома. Ни на кого она не сработает. Резиночку почти в самом конце хвоста разделяем на две части. А вот так. И оп, прокрутили. Вот такой у нас получился результат. По-моему, очень даже неплохо. Да, мне нравится. У тебя очень классненько вообще все, молодец, с первого раза. Теперь главный момент, как это все демонтировать. Резинки лучше... Демонтировать. Резинки лучше разрывать, потому что снимать будет сложно. Они цепляются, да? Да, и травматично для волос. Ну вот, мои эти прядки, которые я так усердно запихивала. Да, простите, прядки. Простите, прядки, но ничего. И вот они очень тонкие, легко рвутся, а мы вот так вот раз и все, и разобрали. Ну что, мы расплелись, и теперь придем к следующей прическе. Жгуты. Ты очень хотела научиться жгутам. Да, я очень хотела, я очень волнуюсь. Это очень волнительный момент. Очень ответственный. Я прям не знаю, как выйти замуж приблизительно. Так как мы сейчас будем делать жгуты, а из них будем делать наши рожки Муфи Мауса, то нам по-прежнему нужно сделать пробор посерединке. Нужно сделать сначала сюда в одну сторону, а потом зигзагом в обратную. Для чего это делаем мы? У нас тогда будет равномерная масса волос с обеих сторон. Вот так нормально? Да, да, хорошо. И у нас тогда не будет один пучок меньше, чем второй. Берем визинку и делаем наш первый хвост. Смотри, опять же, если мы ушки не хотим прятать, то мы собираем всю вот эту боковую часть. Но мы с тобой ушки прячем. Да. Они у нас большие. Поэтому мы вот оставляем хвост. Просто вот смотри, я достаточно все собрала и все на месте? Так как у меня есть короткие прятки, то я их буду выпускать. Ладно, что делать, если торчит ухо? Ну, можешь предъявить претензии своим родителям. Я своим уже предъявила. Вот, смотри, ты быстрее справилась, чем я. А ну, посмотри на меня. Ок. Теперь снова объем. О, как же. Растягиваем. Растягиваем. Вот правда, вот эти мелкие... Растягивать по мелким прядкам очень важно, потому что тогда получается какой-то правильный объем. Потому что если вы растянете большой прядкой, тогда у вас все распадется просто. Да, да. Как это обычно со мной. Мы делим прядь на две части. Вот так. Вот так. Да. И смотри, проворачиваем пряди в одну сторону, вправо. Да. С нашей стороны вправо. А между собой их перекручиваю влево. Так, право вот оно, вот оно влево. Правильно, ну смотри. Да, давай. Вот. Это я кручу вправо, сами прядки, а между собой хоп и влево. Да. Только смотри, когда ты хочешь заплести жгут и оставить его, как косичку, как плетение, то ты делаешь вот так тупо, как ты делаешь сейчас. А если ты хочешь в будущем растянуть эти жгуты, а мы их сейчас растянем, то нужно немножко делать легче. Да-да-да, ничего себе! Блин, так здорово! Что делать? Можно я так буду ходить? Мне кажется, я похожа на аватар. Красиво, видишь? Все, ты умеешь делать жгут. Все. Обнимемся. Когда мы растягиваем, мы растягиваем всегда с конца и вверх. Да, в мелкие прядки. Да, вот. Мелкие прядки. Смотри сначала, как я делаю. Смотри, одно. А, то есть... Второе. Поняла. Ой, подожди. Вот ты была права. По-моему, из-за того, что я слишком их туго закрутила, они выглядят очень странно. Как хлебушек. Хлебушек? Гречаный. Хлебчики. Вот я держу. Видишь? И я просто здесь крепко, а здесь в натяжении. Видишь, как... Хоть он у тебя и тугой, смотри, как я широко растягиваю. Видишь? Просто немножко легче его нужно формировать. Сейчас я... Не затягивать. Раз нервничусь и растяну его слишком сильно. Нет. Просто окручиваем по кругу. Вот так вот. Правда, у тебя волос длиннее, у тебя будет он массивнее намного. Мы берем невидимку. А, окей. И шпилькой, да? Невидимкой. Самое главное, невидимками мы прикрепляем, а шпильками мы поправляем пряди, чтобы они не торчали так, как нам нужно. Одной невидимкой прикрепляем, да? Ну, сколько понадобится. Ну, сколько понадобится. Я, например, беру аж две, потому что мне мало. А теперь можешь немножко порастягивать. Это очень, мне кажется, классная мода, что теперь все можно растягивать, создавать как можно более небрежный вид, и ты в тренде. А сейчас мы со второй стороны будем делать то же самое. Как видите, все равно не обошлось мне без помощи Влада. Спасибо тебе большое, ты спасла второй рожок. Но все равно ты молодец, у тебя хорошо получилось, ты с первого раза осваиваешь все плетения, и мы с тобой тоже такие с гофре, красоточки. Главное, что мы с гофре. Да, были собачки, теперь мы мышки. Мне кажется, в любом случае с плетениями и вообще со всем в принципе в жизни, самая главная практика, и не сдавайтесь никогда. Молодец, Саш, у тебя все получилось, очень классненько, надеюсь, что у тебя тоже все получилось. Если есть вопросы, задавай их под нашим видео, и не забывай подписываться на наш канал. И ставь большие пальцы вверх. Пока! Ой, у меня еще невидимка одна. Вот так вот с гофре, что только не найдешь в голове. У меня упал микрофон. Всем нужно лицо, всем нужен хайлайтер. Философия от Саши. Вот, и еще раз. Саши. Саши.